Уважаемые коллеги, всем здравствуйте. Начинаем нашу послематчевую конференцию после 2-й биф-серии ЦСКА Динамо. Пройдите и представляем тренировку команды. Олег Валерьевич Нарок, Мячеслав Геннадьевич Гуцаев. У нас заведено все матчевые комментарии. Сейчас Олег Валерьевич. Ну, тяжелая была игра, конечно, сегодня. Ничего страшного не произошло. В конце мы могли сравнить и при игре 6 на 6 на 5. Ну, спасибо Валерьевичу, что второй раз приезжают и поддерживают нас. Спасибо. Ну, прежде всего хотел бы поздравить всех девушек, женщин с праздником 8 марта. По игре, согласен, что сегодня в психологическом плане была тяжелая игра. Тяжелый матч. Ну, сегодня мы и выполнили игровую установку. Команда и волосы успели, добились победы. Спасибо большое. Ну, и Ваши вопросы. Не защитите за труд. Представляйтесь, называйте здание, с ним, которым Вы работаете, имя и фамилия. В первом матче, после замены Стана, Виктор Кольков прекрасно Вашего ворота пропустил, однако Вы все равно дали еще сегодня место в воротах ставили. Почему? Такие моменты бывают, когда быстро пропускают три гола, нужно логично дать игроку ломаться. В принципе, мы и планировали играть с нами сегодня. Сегодня он здорово провел матч, хорошо сыграл. сыграл по тому заданию, что и требовалось. Еще забил победный гол. Я думаю, есть вопросы нет. Игорь Кокурин, Баркадели. Вопрос главного тренера ЦСКА. В общем-то, Вы сегодня повели в итоге такие счеты, пускай как бы минимально, в одну шайбу, и отстояли, сыграли в обороне, отстояли преимущество. Именно такова была установка, Вы сказали, выполнили установку. Повести и удержать? Немножко не так. Вы понимали, как играет «Динамо». Сильные стороны. И поэтому у нас было задание на игру, еще раз повторюсь. То есть, по факту, в этом матче все получилось? Что Вы хотели? Все. Идеально все не бывает. Были огрешности, конечно. Но, в общем, получилось так, как требовалось. Спасибо. Динамо удалось нейтрализовать его. И пришлось перед этим матчем, очевидно, перестраиваться. Потому что сегодня, хотя они их забили, но канава выгодно. Не понял, кто забил? Я тоже вопрос не понял, честно скажу. Алена тоже не проголошила его, я вот смотрю на него. Честно, честно. А? Я по-разному радового спросил. Сегодня они забивали голову. Да, да. Вот я от этого спросил. У нас пришлось перестраивать сегодня игру перед сегодняшим матчем. Потому что, хоть они и не забили, но команда все равно нужна. У нас играла команда. Как можно перестроить игру команды? У нас играют четыре звена. Каждый должен выполнять ту игровую установку, которая дается перед матчем. Олег Валерьевич, а в коменте это будет коколить? Не знаю. Пока. Пока нет. Да, вопрос к главному тренеру дела, Олег Валерьевич. Наверное, к Вам вопрос, поскольку потенциально обиженная сторона здесь Вы. Эпизод, где... Не надо. Эпизод, где, по крайней мере, половине показалось, что буллит. Помните, когда убегал и так далее. Покомментируйте вот этот момент. Я считаю, что буллит. Вы считаете, что буллит? Просто коворотов не будет. Спасибо. Коллеги, спасибо всем большое. Спасибо.